Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар стрим по эзотерике. Я постараюсь максимально быть вам полезным, отвечу на все ваши вопросы, которые вы задаете, насколько это возможно. Хочу представиться и сказать, что да, действительно, я могу просмотреть будущее ваше, сказать, каким образом развернется ваша судьба. Но хотел бы, чтобы вы просто знали, что я могу ответить только на один вопрос. Я это вижу, в случае, если вопрос имеет три или четыре вопроса, то я считаю это некорректным, знаете, поэтому... Итак, Светлана Степура, здравствуйте, Алла Замори, здравствуйте. Наталья Малашко, добрый день, Андрей Андреевич, все участники, как замечательно, что вы есть, все супер, счастье и радость, спасибо. Счастье и радость зависит целиком от человека. В случае, если человек просыпается каждое утро и произносит слова и начинает свой день со слов «а мне нравится», встал и говорит «а мне нравится одеяло», «а мне нравится отражение в зеркале», «а мне нравится кофе», «а мне нравится там еще что-то». Да, может не нравится, но пусть говорит «нравится». И перед тем, как засыпает, произносит слова, можно сказать, «части и радость» или «ах, какой же был сегодня прекрасный для меня день». И дальше можно сказать «я желаю все прекрасное» или «посвящаю все прекрасное Богу», «а все плохое я посвящаю тем людям, кто со мной это плохое сделал». Ну вот таким образом. Влад, здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, правда ли, что нельзя ставить обувь носками к двери и спать ногами к двери? Большое спасибо. Нет, это все неправда. Можно спать как хочешь, в какую угодно сторону и так далее. На самом деле не всегда хорошо спать головой на север, как считается. Но в целом есть еще такие нюансы, как, допустим, зона Хартмана, излом какого-нибудь, там, излом фундамента, который может приводить к бессоннице. Жизнь, там, на 18-м, там, 20-м этаже, допустим, есть такие знаки зодиака, как тельцы, львы, овны, скорпионы, раки, козероги. Вот им высоко жить нельзя. Они будут от этого страдать, у них будут болеть вены, им надо поближе к земле. Всем остальным все равно. Но в случае, если вы эти знаки зодиака не живите высоко, а в какую сторону спать не имеет значения? Если на вас действуют планеты влияния и вы страдаете от этого, возьмите обычную чашку, возьмите чашку с ручкой, переверните ее вверх тормашками и поставьте на расстоянии вытянутой руки от себя. Также хочу спать, что очень плохо, сказать, что очень плохо спать так, чтобы под подушкой лежал телефон. Дело в том, что, во-первых, телефон это радиоизлучающая система. То есть, когда человек разговаривает по телефону, то есть определенное облучение. Но до сих пор не изучено, а скорее всего это есть. Каждый телефон является еще помимо радио и волнового излучателя, который вреден чрезвычайно для человека, особенно если он лежит где-то возле головы. Есть еще энергоинформационный фон. Этот энергоинформационный фон заключается в переписке, в разных фото, видеоматериалах и так далее. Он вас перегружает на ночь и на вас не очень хорошо влияет. Я когда-то был в храме, который находился в Таиланде. И там в этом храме такой большой колокол стоял и ступеньки нужно было вниз спускаться. И внутри этот колокол, в него не звонили. Потом оказалось, что это не колокол, а колпак. В этом колпаке внутри все было выложено магнитами. Такими прямо без дырочек, а просто квадратиками из магнитов приклеено. И человек заходил в такой вот колпак и сидел. И это вылечивало заболевания. Во-первых, говорили, что это лечит от старости. Второе, говорили о том, что это лечит заболевания, связанные с тем, что у человека депрессии. Также говорили, что это лечит алкоголизм, улучшает общее настроение и самочувствие. Лечит бурситы плечевых суставов и там целая куча. Я потом эту тему начал развивать. Да, действительно, я такое же видел когда-то, когда путешествовал по северу Китая. И тоже в одном из мест я видел как бы разрушенный храм, в котором находился тоже вот такой инструмент. И я так предполагаю, что его в дальнейшем начали изучать. И о чем я хочу сказать. Электромагнитное излучение, оно у человека стабильное. То есть человек во время своей, как в фотографиях эффекта Кирлян, семьи Кирлян. То есть они делали фотографию и можно было рассмотреть свечение. Вот это свечение, которое они исследовали, оно было электромагнитное. И у каждого человека оно одинаковое. То есть однозначно это свечение, оно имеет движение. То есть я так предполагаю, что это движение одновременно и вниз по позвоночнику, передача импульсов и в разные стороны, создавая электромагнитное излучение. Какой там закон такой математический, физический есть, неважно. И конечно же, в случае, если рядом находится розетка, рядом телефон, рядом еще что-то, то или магнит, то рядом или когда вы спите рядом с таким предметом, у вас могут возникнуть в дальнейшем проблемы с вашим здоровьем. Поэтому не делайте так. Юлия Городнюк. Я часто говорю человеку, что для того, чтобы человек осознавал, что мир прекрасный, он должен ставить акценты. Вот с таких слов, а мне нравится, необходимо начинать свой день. Можно привыкнуть к тому, чтобы нравилось многое. Вот считайте, что человек это большая, грубо, большой элемент. Вот человек это условно, каждого человека условно можно представить в виде весов. И разные люди на разных уровнях своей радости создают определенные элементы, занимая позицию страдания или радости. Вот смотрите, я уже говорил, что человеком управляют чувства, и уже говорил, что миром управляют чувства, и что когда люди думают, что миром управляет сознание и так далее, да что-то в этом есть, но поверьте, это не так. Если использовать мои механизмы, то это работает во много раз эффективнее, в тысячу раз объясняет все. Так вот, представьте, будто человек это маленькие весы, и он находится на определенном своем уровне. Когда я говорю уровни, я подразумеваю, что человек не от большого количества чего-либо получает радость. А расширяя радость, происходит вот что. Человек выбирает для себя радость, акцентируется на чем-то, и он говорит, мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это, а мне нравится это, а мне нравится это, а мне нравится это, сам себе произносит. И со временем это как бы странно ни звучало, из-за того, что эти акценты появляются, человек воспитывает свое подсознание, реагировать на какие-то элементы, которые раньше он просто пропускал, потому что жизнь для него была просто обычной жизнью, без восприятия настоящего момента. После того, когда наполнилась у него одна чаша радости, его поднимают выше в тонах, а я описываю эти тона в своей школе, поднимают его выше в тонах и дают ему новые весы. И вот в этих новых весах вновь начинают жить, и мне нравится это, мне нравится это, и его еще выше поднимают. Так человек развивает свой духовный уровень, развивает свой путь. Почему? Чем больше тебе нравится, тем больше для тебя дают того, что тебе нравится. Так в случае, если тебе нравится жизнь, тебе дают больше пожить. Если тебе очень нравится природа, радостные компоненты, элементы, нравится зарабатывать, нравится, что у кого-то что-то получается нравится, и ты восхищаешься кем-то, то тебе дают, расширяют эту радость. А сама радость, она сублимируется, объединяясь в определенный такой поток, который и формирует события, которые в жизни человека происходят. Именно так и происходит условно формирование новых событий в матрице жизни. Ну а как человеку научиться этому? Человек садится за стол, пришел на работу, ему необходимо складывать какие-либо детали. И вот он должен отработать с утра до ночи, домой прийти, там дети раздражают, ему не нравится свое изображение в зеркале, не нравится, что у него маленькая зарплата, он всем расстроен. Это еще и является элементом падения. Такой человек начинает ругаться на окружающий мир, матерится, злится, у него ничего не получается, он себя обвиняет и скатывается. И единственный выход из этого всего, находить радость в малом. Когда найдешь радость в малом, эта радость малого объединится, вас переведут в новый уровень, где вы будете получать радость, которая будет более расширена. Так уж устроен этот мир. Обучайтесь этому. Лин, Андрей Андреевич, спасибо за все СНГ и знания, искренне. Хотела бы спросить, поступлю я в доктор натуру в Германию в следующем году, и могу ли там учиться, и будет ли это благом для меня. Раз, два, три вопроса. Смотрите, вначале я сказал, ладно, вам отвечу. Первое. Поступите 100%. Будет ли это благом для близких? Нет. Будет ли у вас получать учиться? Тоже не особо. Поэтому не знаю, как хотите. Не то вы задаете. Аленушка, добрый вечер, Андрей Андреевич подскажет. Ага. Лин, посмотрим, сколько же вы мне оплатили просада. Итак, посмотрим сейчас. Здесь вот я смотрю, поблагодарить Андрея Дуйко. И смотрю, сколько оплачено. О, видите, за три вопроса вы оплатили мне 2 доллара. Ну что ж, сильно, сильно. Поздравляю вас. Итак, Аленушка. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, где у меня и у детей будет лучшее дальнейшее развитие, счастливая жизнь? В Германии или лучше вернуться в Киев? Если просматривать вас, то любовь больше будет в Киеве. А если по деньгам и возможностям, то в Германии. Но хочу вам сказать, что у вас и там, и там прекрасная жизнь будет. Хоть вернетесь, хоть останете жить. По моему мнению, хорошо было бы вам. Но я не имею права за вас. Если бы я был на вашем месте, нужно так говорить. То я бы остался в Германии. Нелли Абармина. Добрый вечер, рада вас видеть и слышать. Спасибо. Приехала на дачу, увидела у забора мертвую сороку. Я сказала тюй, выбросила пакет и вынесла. Правильно сделал? Правильно, это никакая не порча, никакие не сглазы. Можете не переживать, это никакой не наезд эзотерический, ничего страшного. Эльвира Шелл. Шелл, да? Здрасте, Андрей Андреевич. Здрасте, Эльвира. Подскажите, пожалуйста, как вырвать чувство любви из сердца к человеку, который недостоин этой моей любви? Какой-нибудь чудодейственный эзотерический метод? Легко. Муха тут летает. Вы сказали о том, что человек недостоин вашей любви. А на самом деле это не так. Это вы недостойны любви этого человека. И он недостоин любви по отношению к вам. Почему он недостоин вашей любви? Потому что он плохой, а вы хорошие. Потому что он негодяй, а вы хороший человек. Понимаете? Поэтому это он недостоин. Вы говорите, он недостоин моей любви. Нет, это он недостоин вашей любви. Вот так. Дальше. Не ушел, а пошел от вас. третье что можно сделать скажите да действительно до этого момента я его любила а с этого момента уже не люблю тюна тебя тфу на тебя 4 пусть ваша любовь будет всегда к богу самой яркой любите бога говорите любовь еще говорите скоро у меня будет тот кто будет достоин моей любви будет достойной а я буду достойна его любви скоро будет вот такой как только вас начнет что-то мучить говорите скоро появится тот кто достоин моей любви на самом деле это вы недостойны любви подлеца вы просто сказали он недостой на самом деле это не так это вы недостойны его любви подлеца вы хорошие он нет тогда вы говорите вы говорите который недостоин моей любви неправильно нужно говорить он недостоин вашей паша вы лучше поэтому неправильно формируете говорите он недостоин моей любви фу на него раньше любила сейчас забыла и скоро у меня будет нормальный который будет достойной любви вот так марьям марьям Надеюсь, вам поможет. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Прошла первая ступень. Практикую несколько СНГ-ов. Есть положительные изменения. Хотела бы спросить, в какой сфере я добьюсь успеха? Там, где есть выступления, работа с детьми, торговля, мелкая торговля. Все, что связано с волосами, будет лицом, услугами вот такими. Чем нельзя категорически? Копать землю, строительством. Все, что связано с посадкой, все, что связано с сельским хозяйством. Не занимайтесь этим. Любовь Липман. Всем привет, народ Инда. Всех обнимаю. Приятно. Нина Алексеева. Здравствуйте. Здрасте. Ой, куда-то улетело. Что-то улетело. Сейчас вернусь, вернусь. Ага. Добрый вечер. Если у Янтры стерлись все цифры, нужно новую делать? Да. Так, ответил. Ответил. Всем-всем здрасте. Нашла икону. Что ж там еще иконы подбрасывали? Доброго вечера, Андрей Андреевич. Под забором дома. Нашли икону. Летом не было. Может это быть подклад плохой? Нет. Не нужно, не сжигать, ничего. Отдайте в церковь. Иконы должны принадлежать дому икон. А домом икон является церковь. Пойдите в церковь, отдайте батюшке икону. Он с удовольствием ее либо заберет, либо куда-то поставит. Либо подарит людям, которым она более нужна. Поэтому не заморачивайтесь. Вам ничего не грозит. Скажите, тьфу мой вас. Там у вас психически больные люди. Сейчас осень, обострение. Да и летом обострение. И весной. Психически больные люди. Есть психизм у людей. Есть психопатия. Есть различные синдромы. Там Клеромбо, Кандинского. Есть синдромы, когда у людей они думают, что вот они могут вот так сделать и им станет легче. На самом деле, чтобы они не делали, легче им не становится. Потом вот выдумать. То икону, то порошка насыпать, то еще что-то. Сумасшедший, как говорил один певец, что возьмешь. А вы заморачивайтесь на этом. Но не становитесь же, что же сумасшедшим. На человека можно влиять, если он боится. Если он бесстрашный, то на него влиять невозможно. Какие заболевания возникают от страхов? От страхов возникают заболевания, связанные с желудком. Это эзофагиальный рефлюкс, запор. Это все страхи. И такому человеку необходимо больше принимать продуктов там, где есть хлориды. Кушать соленое, принимать алкоголь. Таким людям полезно. То есть поднимать кислотность. И второе есть. Смотрите, два есть элемента в жизни человека, которые управляют человеком. С одной стороны, это злость и агрессия. И с другой стороны, страх и скованность. Помните, да? По Александеру, психологу, и по Лурии. Да даже по Пирогову, который говорил, что есть рефлексы, которые однозначно каким-то образом разделяют и животных, и людей. И у Фрейда такое было тоже психоанализ. Ну, у него там все связано с сексуальным миром, сексуальным познанием и так далее. Ну, тоже интересно. Но все-таки вернемся к этой теме. И получается, у человека есть только две функции, которые реагируют в его жизни. Бог так людей устроил, что человек может быть ориентирован на то, чтобы бояться. И это блокирует его действия. И второе. Злиться и действовать необдуманно. Получается, и первое, и второе связано у нас с левой частью тела по тибетской медицине. Левая часть тела и ее восстановление, как бы устранение от страхов, это питье подсоленной воды. А также прием, допустим, продуктов питания, таких как квашеная капуста. Что там еще, что я могу вспомнить, что они там рекомендовали. Вареное мясо, квашеная капуста. Дальше. Соленая рыба, сушеное мясо, соленое тоже. Алкоголь, тян надо принимать. Это рисовая водка такая, из ячменя, паленого такого, гадкая. Ну, алкоголь можно любой. Сладкое можно. А те, которые правую сторону, это вот есть люди, которые хотят сказать и боятся. А есть люди, которые хотят сказать, не могут удержаться и орут. Вот те, которые не могут удержаться и орут, у них преобладает правая сторона. Они агрессивные, злые. Те, которые боятся и замолкают, могут контролировать свои эмоции. Они связаны с левой стороной. Для правой стороны, чтобы уравновесить правую сторону, необходимы продукты питания, которые будут ощелачивать. Это карбонат, натрия. Допустим, если для левой стороны это натрий хлорид или сульфат натрия хлорида, вода такая, куяльник, то для правой стороны, тех, кто агрессивный, не может сдержаться, нужно боржоми. Если у человека переизбыток правой стороны, у него начинается, как там в народе говорят, медвежья болезнь. То есть он, все время у него жидкий стул. Таким людям не нужно кушать сладкое, таким людям нужно ограничивать себя в еде, таким людям нельзя горькое, алкоголь нельзя. А те, которые с левой стороны, им наоборот нужен алкоголь, им наоборот нужен, почему? Их будет это стимулировать, мотивировать и так далее. Они перестанут бояться. Для левой стороны действия, для правой стороны спокойствие и медитация. Не знаю, зачем рассказал. Может, нужно вам. У меня все зависло. А идет трансляция вроде бы или нет? Да что ж такое? Женя, висит трансляция у нас. Да. Да ничего не произошло, она просто висит и все. Кружится здесь эта штучка на 20-й минуте зависла еще. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. ну что пошла трансляция вроде да поставьте лайки если пошла у меня вроде висит а идет ну что продолжим тогда стоит ли моему сыну давиду идти на пластического хирурга учиться стоит да если сможете стоит же не вроде уже пошла здрасте хороший вечер он спасибо так приятно огромное спасибо за ваши смотрю идет 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 спасибо за ваш труд такое непростое время вы помогаете людям здоровья вашим спасибо всем участникам адрин для чем причина хочется постоянно спать даже не все идет да все все супер тогда извини хорошо хорошо спасибо андрей александрович зара мустафаева перри переименовали меня ну пусть будет не ко мне только как не обращается андрей иванович интереса все порядке не обижать чем причина хочется постоянно спать и усталость нескончаемая просматривая вас хочу сказать что у вас артериальное давление повышается можно из отрицки избавиться от такого ну если бы вы были учеником школы вы бы знали как избавляться от этого проходите школу наталья малашко добрый вечер андрей андреев все участники счастья радость вообще как справляться с тем что человеку постоянно хочется спать наше сознание но нам подсказывает что истощено если хочется спать то что восстанавливается у человека когда человек спать спит я рассказываю вам когда человек хочет спать то это говорит о перегреве психической нервной деятельности прежде всего когда у человека стресс когда человек постоянно в стрессе у него переживания или еще что-то это все истощает истощает и потом человек ничего не может сделать поднимается давление он хочет лечь и спать вот это лечь и спать это все истощение психической нервной деятельности чем нужно это все лечить есть препараты там фенибут или допустим адаптол по одной таблетке два раза в день или три раза в день по 200 миллиграмм или 300 миллиграмм 300 миллиграмм по одной таблетке утром или вечером если изба если эзотерический медитация садитесь начинаете делать начинаете делать длинный выдох на выдохе задерживаете дыхание длинный выдох на выдохе задерживаете дыхание вот таким образом подскажите можно ли овном носить жемчуг очень можно жемчуг это это любовь бога почему потому что море большое и а вы знаете что бог любит рыб и они на самом деле в большом количестве имеют свой мир свою эволюцию никого не трогают они добре людей и почему потому что жидкости на этом в этом на планете земля больше чем всего остального и рыб больше живет чем людей всех вместе умноженное наверно на тысячу раз и там свой мир не везде открытый для людей и конечно когда человек одевает на себя жемчуг то он прикасается к тому что связано с миром океанским океанский мир это доброта это тепло и самое важное любовь бога человек одевающий на себя жемчуг он более везучий чем обычный человек без жемчуга да действительно жемчуг помогает человеку обрести везение вы сегодня свежо выглядите спасибо маму по вашему совету перевожу в калининград куплю ли там позже когда-нибудь квартиру до ту которую хочу до владислав коростылев подскажите почему не работает тренажер абсолютное выравнивание судьбы смотрите вы если обращаетесь ко мне то я ничего не смогу сделать потому что этим занимаются операторы вам необходимо связаться с операторами сайта написать им письмо или даже позвонить и сказать почему не работает тренажер выравнивание судьбы но вы мне сейчас сказали я поставлю себе заметочку и скорее всего он заработает здравствуйте начали разрушаться зубы почему-то сразу три зуба не хватает кальция да это не хватает кальция раз и вы как раз желчный тип то есть нет 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 вы как раз очень злобный то нет помните в начале рассказал что есть люди которые реагируют агрессивно а есть люди которые боятся вот вам нужно больше отдыха вам нужно больше спокойствия вам нужны медитации и нужны карбонатные воды то есть вам нужна вода допустим боржом или вода гидрокарбонатная но без соленого вкуса с высоким содержанием гидрокарбонат до кальций по принимайте да тибетская медицина говорит что в случае если у человека переизбыток энергии в правой стороне то ему советовали принимать такую диету ему говорили что он должен принимать молоко молоко с медом дальше ограничивать себя в мясных овощных супах дальше растворять лимон в воде и пить такую воду дальше пить куркуму с водой пить и принимать любые специи кроме перца если для левой важен и перец и горькие травы и так далее то для правой ну вот и медитация тогда зубы не будут разрушаться здрасте андрей андреевич приобрела 26 снг когда дышу кодами в горле появляется бутангина что значит это значит говорит о том что вы спазмируете горло потому что очень быстро дышите не нужно торопиться и не нужно делать долго делайте это по чуть-чуть возьмите четки вот как я четки показываю по 7 бусин допустим 6 чёточек 6 бусин вернее и одна бусина более большая и каждый код это семь раз семь раз также если горло болит не обязательно кодами дышать можно коды произносить слух там припутал 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 и дальше 2 3 3 3 3 3 3 3 дальше кисти плова кисти плова кисти к мистическая таро плюс нумерология и трезубец ухты ж какое у вас красивое название здрасте андрей андрей здравствуйте мистическая таро и плюс 3 плюс нумерология людмила павлова скажите пожалуйста можно золотое кольцо кольца золотое кольца ношение на мизинца правое и левое как оно влияет какое значение мизинец у нас связан с блокировкой денег чем длиннее у человека мизинец тем хуже ему зарабатывается это такая вот глупость но она подмечена но есть такие ритуалы знаете если брать мизинчик и вот так его зажимать пальцем то тогда то тогда человеку больше везет деньгах в чем минус если очень везет деньгах то не очень везет в любви поэтому те у кого длинный мизинец в любви везет в деньгах не очень если вам в деньгах все нормально а любви хочется то по золотому кольцу на мизинцы и носите если у вас денег не хватает а любви полно то тогда деньги железные кольца на мизинцы мизинцы обозначают еще и почки если на мизинец левой руки или правой одеть железное кольцо то это заблокирует у человека безденежья и вылечит почки у человека начнет появляться или усиливаться диурез и легче ему будет уменьшиться креатинин и уменьшается мочевая кислота андрей андреевич я родилась с двумя макушками это что-то значит или ерунда человек каждый является у них у уникальной особенной структурой которая которой свойственно саморазвитие давайте еще раз вам это повторю смотрите буду для того чтобы повести за собой людей он сидел под деревом очень долго занимался диетами там у него был духовный рост иисус христос аналогично пас после этого в пустыню ходил после этого было очень много разных историй мы их знаем и так далее после этого смотрите у каждого существа во время своей жизни существует определенный элемент который называется саморазвитие вот это саморазвитие одни не хотят воспринимать а другие воспринимают допустим словами альберта энштейна я скажу он сказал какое-то время мне было не интересно ничего но в тот момент это когда альберт энштейн видимо узнал о фрейде потом он сказал тот момент когда я успокоился и мои желания сексуальные они уже не занимали большую часть моего сознания я понял что я бы хотел изучать математику и физику и после этого у него было быстро искрометно и яркое развитие так вот люди устроены когда человек говорит у меня два две макушки значимый лечь и конечно а теперь как же проявится это ну так начинайте саморазвитие а если у вас 7 пальцев вы знаете что это тоже хорошо а если там похож там на мага на буратино помните этот мультик халиф аист и там был колдун он какой был у него был нос большой как у меня понимаете правда у меня уши маленькие но еще вырастут мне только 50 мать и через 50 вырастут уши главное собора гони выросли тем не менее ха-ха-ха да тем не менее хочу сказать что каждый человек он помечен родин коми помечен вот смотрите у знаменитой звезды знаменитой звезды какой-нибудь спам мерлин монро вот у мерлин монро определенного вида родинки они очень нравились мужчин у него была белая кожа родинки а ведь она комплексовала и хотела эти родинки удалять а также там у нее целый ряд интересных таких было моментов развития то есть она развивалась училась правильно ходить хорошим поведению этом хорошим каким-то не знаю как она развилась но я могу сказать вам что каждый человек однозначно проходит свой цикл рождения и в этом цикле рождения у него есть две особенности если человек развивается то он способен на все если не развивается то он проживет как обычный человек большинство людей к вашему сведению живут так чтобы не развиваться они выживают то есть они живут так пришли с работы там бухнули телек посмотрели легли спать там новости посмотрели кино посмотрели до субботы воскресенья дожили субботу воскресенье пропили или там пролежали или там проругались или там но точно там места нет развивающим программам каким это развивающим программам ну смотрят там где интересно смотрят приколы комедии эмоции создают это тоже прекрасно музыку слушают развивающие программы это когда человек может получить новые знания и запомнить их и в дальнейшем применять вот это называется развивающие программы я могу даже сказать что можно сложить книгу и делать это желательно с самого утра потому что утром читать легче и открываете книгу абсолютно любую но желательно чтобы она была связана с чем-то либо техническим что вам знакомо там медицинским если вы хотите там чем-то еще и нравится вам не нравится текст засекаете его особенно хорошо кстати читать энциклопедии открываете любую энциклопедию засекаете время 10 минут 20 минут или 30 и как медитацию ведя ручкой читаете каждое слово отвлекаетесь если отвлеклись отвлеклись от этой книжке вновь погружайтесь и начинайте читать со временем вы увидите насколько активно наш мозг начинает ждать и обучаться первому утреннему чтению я говорю это серьезно обязательно читайте читайте хотя бы в день 30 минут это очень изменит вашу судьбу это мощнейшие методы саморазвития и книжки должны быть такие там где есть наука или есть философия или есть сложная какая-либо доктрина либо есть обучение чему-либо вот таким образом но опять-таки если хотите почему я это говорю и где доказательства того что это можно очень много есть таких книг где люди ни к чему не стремились там не помню кто написал это люби ешь люби бога ешь не помню как же она называется а люби ешь молись да такая вот книга или бегущая за волками или там сейчас я обязательно вспомню и скажу круолян да как-то ее звали эту женщину да так вот что я читаю моя любимая литература медицинская у меня там 12 тому в медицинской энциклопедии я сейчас читаю 2 до этого несколько лет читал там и коран вот так читал и тору читал и всех не библию читал в разных транскрипциях мне это было интересно интересно было читать так чтобы концентрироваться на том чтобы понимать хоть что то что там написано поэтому у вас две макушки что это обозначает срочно быть реализованным не в одном человеке в двух людях почему или как устроен мир смотрите как это все устроено человек является элементов двух огней допустим чем отличается мужчина и чем отличается женщина мужчина отличается тем что его 7 чакра она в виде огня работает и она создает вот смотрите если посмотреть на человека издалека тот человек похож на мужчина похож на букву н то есть если он поднимет руки вверх то получится две ноги вниз две ноги вверх и голова большая но внизу небольшая пипетка то есть снизу маленькая головка то есть о чем бог говорит таким образом не особо обращаю внимание на то чтобы вот этим болтать и всем тыкать особо большое внимание обращая на свое сознание то что ты рожден скорее всего для этого но многие этого не понимают и ставят сознание на последнее место что дает бог мужчине мужчина должен быть сконцентрированным на том чтобы хотеть что-то дать этому миру хотеть что-то дать этому миру если он плоский то он хочет дать всем только пипетку и думает что все хотят только пипетки больше ничего а у женщин а у женщин наоборот они хотят взять что-то от мира взять они хотят что-то взять мужчина должен хотеть давать и таким образом он реализуется что мужчина может давать если вот можно как нужно развиваться мужчине возьмите и подумайте как бы вы жили и чтобы выдавали если бы у вас не было пипетки вот это да и точно так же у женщин чтобы выбрали если бы у вас не было пипетки и не было бы груди чтобы выбрали кто бы вам хотел давать ради чего и для чего бы это хотели давать чтобы кто должен дать у кого что вы должны делать вот подумайте как-нибудь над вот тем что я сказал возможно непонятно ну как бы развивать тему очень сложно татьяна ран приятно снова вас сила очень давно нет связи с братом кости сможем ли мы найти друг друга жил донецкой области где сейчас не знаю ближе ну не могу ответить не знаю джакушева елена когда говоришь мне нравится даже у ребенка видно радость до добрый вечер андрей андреич и навсечки приствующие от болгарии здравия вам на дайка екатерина черношейкина андрей андреич какие мантры хорошо читать в этом месяце в этом месяце хорошо читать мантры которые связаны с любовью это обязательное условие потому что астральный год заканчивается в ноябре начинается новый вот начало ноября нужно начинать читать денежные а сейчас если считать денежные то будет у человека повышаться давление сейчас время развивать у себя чувство любви сейчас закладывается тот элемент когда любовь спасет всех да правда если сейчас быть предельно добрыми и контролировать предельную доброту близким прям говорить несмотря ни на что я все равно чувствую любовь к этому человеку несмотря ни на что я все равно чувствую любовь к маме к тем кто жил когда-либо к своим детям ко всем людям даже просто не тыкайте а просто ощущаете вот для женщины это очень важно а мантры читать самая лучшая практика в этом месяце это произносить слово я помните словах я и раскачивания ях я также в этом месяце очень хорошо заниматься красотой волосами лицом тогда кроме пластических операций этот месяц месяц неблагополучно что обозначает коридор лунных затмений когда происходят лунные затмения то ломается техника поэтому вы можете сейчас увидеть как быстро садятся батарейки ломаются машины ломается техника там нажимаете на кнопку кнопки ломаются сейчас очень очень ломается техника почему то что когда лунное затмение луна это тот элемент который попадая на землю или находясь рядом землей делает технику более твердой и более правильной когда луна исчезает то исчезает процесс который называется порядок и порядок технически ломается и еще когда исчезает как раз когда луна и затмения появляется огромное колесо открывается врата астрала и духи голодные особенно органического такого плана это духи духи там ялт полк ял мог я лцу там 32 класса гневных духов они не могут человеку ничего делать они мелкие то есть это неважно и они могут вселяться в какую-нибудь аппаратуру поэтому если вы сейчас хотите там вино поставить или там начать вино выгонять ракию делать или самогонку гнать если вы хотите отремонтировать что-то ну или там ремонтировать ноутбук или там телефон или что-то не время также не нужно сейчас делать пластические операции не нужно сейчас там ставить импланты и так далее сейчас не время начните с 15 после 15 ноября с апреля пропали силы интерес к жизни занимаюсь по второй ступени переизбыток страхов переизбыток страхов что необходимо делать есть соленую рыбу а также использовать технику такую это когда человек делает вдох и считает до 10 вот так делайте это утром и вечером и силы появятся еще для того чтобы силы появились смотрите на изображение детей каждый день по 10 минут прямо листайте деток напишите в интернете фотографии красивых детей и смотрите на красивых детей можно еще как ни странно за счет адреналина и за счет за счет рассматривания обнаженных тел я не знаю возможно вам это будет интересно попробуйте посмотреть вот такое ну а элизабет гилберг спасибо точно элизабет гилберг а я как сказал а мне надо ускорить до процесс добры вечер андрей андрич дуже гарный фон позаду а скажите будь ласка че добрым для нас чоловиком займатыся нарухомостью че шука кинши и заробиток дякую мальчику хорошо а вам не особо вам хорошо заниматься ведением youtube канала не знаю почему какого-то подскажите смогли бы зарабатывать очень хорошо на этом здрасте андрей дэч переезд во францию будет у меня все хорошо да очень рада очередном замечательно спасибо доброго вечера андрей дэч все участки дякую витаю добрый вечер андрей андреевич никола не запутал теперь мне не потребна ваша допомога мы в италии мы едите переезжают до дженовы мы не ехать из ним из павиолета ехать и так же андрей андреевич мне так нравится ваши вебинары в жизни нахожу много радости хочется и делиться с любимым человеком в котором пока не нашла скажите вы конечно и на конечно все будет хорошо марина калашникова приством ученица б ст а 6 марина андрей андреевич подскажите стоит заводить отношения с николаем и чем закончится закончится любовью смело заводите все нормально даст андрей как сделать сына более теплым и нежадным по отношению к своей жене недоверие основа нелюбови недоверие основа нелюбови как она должна быть более нежадным она должна его перестать на него злиться второе она он не доверяет а почему не доверяет потому что она может там не разговаривать с ним не гладит не спит ну и у него недоверие поэтому и жадный а почему недоверие нет паша жадный а почему не дает ему потому что жадный а что нужно сделать нужно его больше любить гладить говорить ему хорошие слова и заниматься с ним сексуальной жизнью прям ложится гладить его горит и ничего не забыл малыш уж не знает из них будет добрый вечер андрей дэй что хорошо из от риски положить сейф большого размера желтый овальный камень в виде яйца у меня вот такой у меня там банковские ячейки есть и у меня в каждой банковской ячейки лежит вот такое яйцо из янтаря от полированного желтого красивого цвета вот такое если взять янтарь желтый на него накапать масло и тереть пальцем и говорит скоро будут деньги скоро будут деньги левую руку правой рукой то будут деньги кстати заходите в мой магазин янтаря в телеграме найдите меня в телеграм зайдите добавьте сейчас и купите янтарь для себя купите большой нужно уже скоро большие будут сейчас пока маленький то какой угодно купите надо чтоб дорогой был если для сейфа или маленький но третий его влюбитесь в него радуйтесь и прям наслаждайтесь когда его берете в руки должно быть что такое яркое яркое желтое золотое красивое красивое либо там как там у януковича булка из золота здравствуйте уважаемый учитель подскажите вас как правильно держать ваджу при чтении кодов и мантр спасибо что вы есть смотрите ваджра это человек с поднятыми руками и человек с ногами замкнутыми символ ваджра условно обозначает символ абсолютной стопроцентной реализации вашей жизни в виде того что вы много посеяли много прожили и абсолютно здоровы если вы держите вот таким образом ваджу во время того когда вы занимаетесь медитациями то вы таким образом очень мощно восстанавливаете свое физическое тело восстанавливайте возможности и так далее в случае если ее положить перед собой горизонтально то это улучшит состояние всех ваших близких почему это как смешать мысли всех людей которые находятся у вас семье что обозначает ваджра это огонь который горит вверх и огонь который горит вниз огонь который горит вверх обозначает жизнь человека огонь который горит вниз обозначает корни человека это дети это родные и близкие его его наверное житейские корни я даже боюсь сказать его племя знаете то есть тех людей которые связаны с ним то есть это очень важно важно поэтому ваджа это символизирует вот допустим женщина говорит там я живу с дочерью и мы живем в семье никто друг с другом не разговаривают они все такие вредные ложите ваджу на красивый какой-нибудь на красивую какую-нибудь подставку в виде подушечки ложить его так ваджу и глядя на эту вашу говорить и пусть все детки будут между собой любить или говорить ой как я вас любую какие вы хорошие какие вы родные какие вы мои золотые на вы представляете за счет того что она будет лежать на подушечке вы будете на нее вот так воздействовать она создаст эмоционально для всех вот эту эмоцию прямо перед ваджрой нужно садиться вот так и молиться мои солнышки мои зайчики как же вас люблю мои рыбки мои золотые мои солнышки они эти эмоции получают как свои потом он смотрит на своего отца отец смотрит на неродного там сына дочь и говорит ты мой солнышки ты мой зайчик а во всем виновата ваджра она создала магию так омолодиться а так перед собой положить стать это эзотерический атрибут он действительно имеет огромную силу и в действительности очень значим несмотря на то что это просто кусочек железя дрей андрей завтрашний день назвали кольцевым затмением солнца которым открывается коридор затмений нужно ли делать что-то особенно в такой день или как всегда не париться так вот в тот день который будет завтра вообще ничего нельзя делать нельзя не подметать не убирать не париться ничего не злиться не ругаться ничего не делать он должен быть тихоньким не ходите завтра в торговые центры видите такой тихий тихий образ жизни завтра день который нужно посвятить тем людям которые у вас где-то в душе находятся не нужно проведите беззаботно проведите его так радостно тепло ни на кого не злитесь пролежите его в кровати скажите сегодня у меня день радости вспомнил песню гребенчакова день радости там когда черный конь позовет своих подруг это будет день радости когда 7 улыбнуться чтобы начать зайти в круг когда белый конь найдет своих подруг это будет день радости вот это да вот завтра день радости возьмите себе в кровать мужа а с левой стороны положите ребенка положите много орешковый конфет включите сериал какой-нибудь вы из украины тогда не русский и нашел лоджи и старайтесь для нижней а я встану все принести а давайте он приготовил блинчиков а сладеньким щупа а сгущенкой вот так вот это затмение пройдет а если сейчас там я недавно смотрел там видео и там в этом видео говорят все всех призываем в субботу в день когда появится кольцо затмения давайте соединимся все и накажем евреев как там увели токарева было и здесь евреи виноваты то что ж так хоть нет покоя ни ночью ни днем и вы так плохо их еще надо наказать что с этим миром делается люди были племенами потом объединились в королевство а потом и стали странами приняли какие-то там конституции так вот человек называется украинцем пошел в украине живет человек называется русским жалбру в россии живет и там принято что тех кто живут россии руси руси я не как говорил и а когда говорят какая твоя национальность национальность это какого ты племени а где живешь это национальность это национальность это то что обусловлено твоей страной потому что если украинец живет в украине и он украинец то в тот момент когда он уезжает на территории америке он становится американцем а что такое нация нация это то что обозначается страной ты нации украинской после живешь в украине приезжаешь в израиль становишься израилетянской нацией а что такое племя а племя это то на каком языке ты разговариваешь племя это твое племя украинское твое племя там те кто разговаривает на русском твое племя татарское твое племя людей которые разговаривают одновременно там который среди близких говорят и так и так я вообще там полиглот знаю кучу языков и мама разговаривал на двух языках отец разговаривал на разных языках что какой я национальность но я живу в украине тогда кто украинец тогда какая мне национальность украине зачем сказал не понял андрей андреевич гнобит начальник просто выживает с работы что делать как можно больше уделяйте ему внимание говорите ой какой вы хороший из дем спеките ему пирожки там говорите я вам помогу там чем-то и так далее не бойтесь на самом деле чем больше добры добра вы будете испытывать по отношению к нему прямо говорите ты мой зайчик ты мой хороший ты моя часть и дымая радость и такой золотой не вслух говорите про себя тем быстрее его уволят с работы а вас поставят на его место они его делает тренажер на марк и фон пока не работают мальчики делают ирина вы знаете понял валентина перетягиваем добрый вечер андрей спасибо за совет паза с лариса терехова скажите будь ласка чьи езотеричный метод чтобы люди на ничего не забывала то человек постена то паспорта загубить то телефона бозонтик постину щось губы необходимо носить зеленое что-то на себе зеленую рубашку зеленую футболку зеленые носки еще что-то зелено если человек носит что-либо зеленое смотрит на зеленое растение а в квартире включайте зеленый свет все это вместе восстанавливается знание также на ночь обязательно одна чайная ложка меда запить это водичкой и прямо сразу же лечь спать можно молочком в небольшом количестве но если можно и в большом и тогда сладкая может быть еще и с заменителем сахара то есть не обязательно мед можно любой заменить можно там арахисовую пасту или финик можно съесть инжир можно сушеный после в нем глюкоза такого вида которая мозгами только усваивается кстати мои слова о том что обозначает мозг я не договорил мозг на ночь употребляет самое большое количество калорий который человек на протяжении дня накапливать почему человек хочет на ночь кушать потому что в этот момент его мозг просит эйфории а он ее может он хочет кушать мозг а чем мозг питается как ни странно он питается глюкозой как в общем то все в нашем теле наше тело состоит из клеток в клетках находятся митохондрии и питаются клетки глюкозой под же митохондрии едят глюкозу а из чего состоят клетки они состоят из белка а что как тогда как это все происходит сама клетка восстанавливается за счет того что белки но клетка может быть чем она питается она не питается восстанавливается за счет аминокислот которые делаются из белка паша белок любой это полимер грубо а уже разделенный man на меры является аминокислотами и так далее сложно там все поэтому от мозг из чего стоит на ночь человеку очень нужна глюкоза которая может синтезироваться напрямую и восстанавливать деятельность мозга восстанавливая ее если есть перед сном физически активное упражнение тогда выделяется молочная кислота которая становится которая становится лактин до гидрогеназой за счет почек и печени и вторично восстанавливается глюкоза особо нужная для мозга и в этот момент мозг восстанавливается либо просто человек принимает глюкозу какую-нибудь желательно чтобы это мед был точно также на ночь ложитесь ешьте что-то сладко ася можно ли покупать золотые изделия в ломбардии можно я сейчас живу в испании смогу я в этой стране обеспечить до открыть долговременный бизнес два вопроса но это же не так вы прекрасно выглядите подтверждает софия ваша красавица жена посмотрите старые видео о чем вы посмотрите видео я в 30 выглядел как как 60 посмотрите видео где у меня аня маленькая я там вот с такой репой и без волос и такой толстый 130 килограмм а сейчас 95 без физкультуры христина цирна цирна этого сербка помогите пожалуйста сколько раз читать мантры сколько коды 100 кроме 108 раз 21 раз 25 32 запуталась берете и делаете так коды мантры нужно читать 108 раз минимум коды можно читать каждый год по 7 раз андрей бабчук скажите у меня скоро будет переезд нет виктория буслаева хочу заняться бизнесом в интернете как думаете получится у меня какой-то страх но у всех страх бог не любит людей которые боятся если боитесь туда сто процентов нужно мунли мунлы уважаемый учитель мунлы это китайское покажите мунлы этому станки это то это лошадка отстанет ли от моего мужчина бывшая жена которая бросила его и ушла к другому но постоянно ему пишет и что-то от него хочет моего мужчину очень переживать не переживайте если вы будете с ним стабильно иметь интим то это женщин вообще вам ничего не угрожает эта женщина ничего ему плохого не сделает он плохо к ней относится и ничего даже не заморачивать татьяна захарова скажите снг для замужества через сколько даст результат по моему 78 вам 78 лет вы замуж хотите не понял вопросов не знаю я не знаю я вообще не знаю вы просто к этому относитесь как таблеткам у человека допустим есть язвенное заболевание одного человека можно полечить ему поможет за 30 дней терапии а другого можно лечить 30 лет я знаю людей у которых хронические заболевания изофагиального рефлюкса не специфического язвенного колита который хронически болеют там холециститом холецистопанкреатитом хронически болеют панкреатитом и терапия может быть такая там полечили там крион далее или там дали панкреатин какой-либо далее альмагели или там энтеросорбенты какие-то дали поддерживающие вещества поставили капельницы там энтеросорбентов каких-либо и человек себя хорошо чувствует а другого необходимо лечить и лечат и лечат и антибиотики и воспаление начинается и потом инсулин дают и потом еще дают там метформин и так далее и десятилетиями это бесконечно все поэтому знаете с одним человеком это работает щелчком пальца а с другим человеком это может работать не могу дать никаких гарантий ничего не могу советовать даже не знаю как долго понятия не имею вообще понятия не смогу я зарабатывать деньги да получится осуществить мечту да какая мантра может помочь что-то изменить я только с учениками школы общаюсь людмила саенко переезд германию будет благополучный для меня до меня мне мне немало лет андрей андреевич я встречу его рахмет вам всегда конечно и невозможно и возможно если верить чудеса вилен данг зер интересант с семинар битте чон я что-то не туда улетела мун лы спасибо большое церудяку вам андрей дрыч я к жизни ты мою половинку проходите сангая называется сангая по моему 78 там я рассказываю как раз о методах которые есть мой семинар называется быстрое замужество первая часть быстрое замужество вторая часть сначала покупайте быстрое замужество вторая часть после этого проходите семинар который связан с быстрым замужеством называется сангая 78 сангая без семинара так себе семинар без снг тоже поэтому одно с другим сразу же даст видео сразу даст вам хороший результат ну все мы уже прощаемся тогда хорошо до свидания обязательно не знаю получился вебинар не получился не обессудьте какие-то идеи были интересны как-то весь посвятился ответом на вопросы которые вы задавали переходите после того когда закончится данный семинар или вебинар переходите и оставляйте свои комментарии о том чтобы вы хотели услышать еще в таком вебинаре и я обязательно отвечу на какие-либо ваши вопросы только уже следующей пятницы а забыл сказать следующей пятницы и вебинаров не будет это связано с тем что я буду проводить марафон целителя и буду заниматься работой с людьми которые придут на поэтому приходите на марафон целительство всех приглашаю еще раз до свидания будьте здоровы света вам яркого золотого сияющего сложится солнечного пусть такой свет появится у вас груди пусть он соединится из вашей этому миру и к богу пусть такой свет виде огня появится в вашей груди и пусть от лучей такого света греются в этих лучах все люди которых вы любите и пусть в этих лучах сгорят сгорают все ваши неприятности и все ваши враги я желаю вам счастья до свидания